Всем привет, мои хорошие. Сейчас у нас 11.15. Дети спят. Сейчас посмотрите, как они спят. Как я их уложила, так они и спят. Они проснулись в 8 утра, попили смесь, переоделись, умылись и дальше уже не стали спать. Дальше мы пошли завтракать все вместе. Я им тоже приготовила там кофе, ой, кофе, говорю, йогурт с творогом, омлет. Но они сильно много не поели, немножко поклевали только. И потом вот где-то 10 часов они начали ныть, спать. Опять умыться-подмыться, смесь и на боковую. Вот спят теперь. Правда, Зехрашка смесь попила буквально грамм 50, наверное, не больше. Вот такой костюмчик заказала я себе в инстаграме, чтобы выходить на прогулку с детьми по району, на детскую площадку и так далее. Вы знаете, как каждый раз думаю, что на себя надеть. Джинсы, свитер, футболк и что надеть. Чтобы было удобно двигаться, посмотрите, свободный. Штанишки тоже. Прям супер, как мне надо. Цвет вообще прекрасный. Хороший такой цвет. Такого цвета у меня обувь тоже есть, если я захочу вдруг быть вся зеленая, как жаба. Вот. Заказала там же, где заказала себе зеленую тунику. Зеленую тунику и черную джинсовую куртку. Вот так вот. Джинсовая куртка, знаете, все-таки думаю, что мне нужен был размер L. Все-таки как-то вот душа не лежит у меня к этой эмочке. Все, закрываюсь. Вот такой вот штуки мы будем ходить гулять. Почему-то цвет так не показывается в зеркале. Не вижу я тот цвет, который у меня в реальности. Точнее, вот на экране не вижу я тот цвет, который у меня в зеркале. Так, пуговицы. О, пуговицы, оказывается, серебристого, остального цвета. Тоже хорошо. Как она руку протягивает, посмотрите. Как она протягивает руку. Они как протянируют ручку для поцелуя. Папа целует ручки, да, Зефрашка? Ой, я не могу. Кебаллы, как ты указала, кебаллы. Еще, взгляд. О! Ты мой меня красавец. Привет-привет, мои хорошие. У нас вечер полвосьмого. Сегодня день прошел, знаете, в ожидании. Все время в ожидании. Почему? Кого ожидали? Ожидали деток? Ждали, точнее. Целый день в таком, знаете, состоянии. Вот-вот выйдем на улицу. Захрашка болтает. Я их где-то часа в два, наверное, днем одела. И собирались выйти. Потом резко захотелось им спать. Уложила. Один проснулся, другой спит. Потом второй проснулся, первый заснул. И вот так весь день. Сейчас спит Аслан. До этого спала Зефра. Вот так вот прошел у нас весь день. Сходила на рынок. Сегодня вторник, кстати. Базарный день у нас. Сходила на рынок сперва с сыном. Мы вдвоем пошли. Купила некоторые вещи. Самое то, что нужно было. Не знала, что муж пораньше приедет. Потом пришли домой. Что такое? Смотрите, да посмотрите, как она воюет со мной. Что случилось? Ну, да, папа, папа, папа. Да, папа. Ну, пошла к папе своему. Папа из ванной вышел. Пошла, пошла, пошла. Потом приехал папа. И уже мы пошли. Я, дочь и папа на рынок. Вот так вот у нас прошел весь день. Ожидание. Такая хорошая погода была, чтобы выйти погулять. Но не судьба. У моих детей ночной сон у них одновременно. И утреннее пробуждение одновременно. А вот дневной сон. Они могут иногда одновременно заснуть. Но Зихра быстро просыпается. Асланчик где-то час-два вот так вот спит. Потом к тому времени, когда Аслан уже проснулся, Зихра снова хочет спать. Опять полчаса где-то поспит. От силы часа. И вот так получается, что днем они вместе особо не спят. Это она командует над папой. Командирша. Вот так вот прошел еще один день. Я наелась. Вкусный-вкусный-вкусный супчик поела. Аж две тарелки съела. Сейчас, наверное, попью чай. Пока сынуля спит. Попью чай. И потом, что я буду делать? Нужно мне смонтировать видео. Я последние пару дней ничего не загружала. Такая лень была. Не знаю, вообще лень была что-то делать в YouTube. Солнышко, ты за папой? Пошла она за папой. Папа пошел на кухню. Что-то она за ним. Папа, папа, папа. Пошла за папой своей. Это папина дочь. Папина девочка. Это... Что я говорила? Последняя лень была. Вот, вернулись они дядя-дядочки. И было последнее время. Ну, я надеюсь, сегодня загружу несколько видео. Все. До новых встреч. Солнышко. Вкусная слива? Моя милая девочка. Всем привет, мои хорошие. Я готовлю компот и слив. Купила много слив. И чувствую, что они их не съедят. Компотик будет слива, яблоко. И зафрашка мне помогает морально. Тут варится им на обед кашка. Рисовая с молоком будет каша. Асланчик спит. Нехрашка проснулась уже после обеденного сна. Планируем сегодня выйти погулять. Вчера так у нас и не получилось. Потому что то один спал, то второй спал, то один спал, то второй спал. Вы знаете, порезала кусочками вчера эту сливу, сняла кожуру, порезала кусочками. Они ее так не поели. А вот так вот они ее кушают, что он, что она. Конечно, размажут все, но так им вкуснее. Всем привет, мои хорошие. Наконец-то мы смогли собраться и выйти погулять. Вот. Идем. Ну, мы на своем районе далеко не идем. Спускаемся из нашего района. Это больница. Из нашего района будем спускаться в район Хатай. Просто, чтобы, знаете, просто сменить остановку. Походить, по магазинчикам походим. Посмотрим. Дети заодно туда-сюда смотрят. Кошек, собачек разглядывает. И потом заглянем на детскую площадку обязательно. Такая узкая здесь дорога. Но что поделать. Надо будет вон туда свернуть коляской. Скорая помощь. Зоя, постой, мы вон туда свернем даже. Наши детки катаются, катаются на нашу принцессу. Аслан, сама серьезность. Аслан, что ты там ищешь под попкой своей? Привет-привет делаете, да, вы? Зихра, привет-привет-привет! Мамочка, вы не хотите чуть подвинуться. Встать между. Аслан, привет-привет! Ничего уже не боится, слушай Послан, ты что такой серьезный сейчас? Погуляли мы, погуляли Детей в парке покатали, с кошками поиграли Сейчас потихонечку домой Зулечка забрала у меня деток, пока я снимаю Мы поднимались, поэтому, естественно, отдышка Здесь у нас, смотрю, обновили Вот этого не было Какие-то непонятные вещи Здесь обновили, в прошлом году так не было Вот эти штуки, типа бабочки это или что это, цветочки? Скамейки новые Видимо, там будет водичка Будет Потихонечку топаем домой Так Когда началась работа? 5 марта, 240 дней длилось 30 октября завершили Должны... 30 октября завершили, октябрь-то? Должны были завершить 30 октября, но она уже закончена Пойдем по этим улочкам Не по дороге этой Пойдем потихонечку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова